Это лучшая сказка, быль, которую написали наши народы из Великого Союза СССР, осваивая космос. Сегодня уже многие не верят в их славные победы, считая многое постановочным спектаклем, и не безосновательно. Действительно, мы наблюдаем сокрытие реального положения вещей о космосе. Мы не станем выяснять, почему это происходит, вероятно, здесь несколько причин. В этом фильме мы расскажем только о том, что достоверно известно, без личных домыслов и гипотез, только факты, которые, может быть, вам удастся проверить самим. Если вам повезет встретить их в доказательство на вашем жизненном пути. Почему именно так? Потому что самые громкие доказательные вещи лежат в архивах секретно, а если появляются на широких экранах, то быстро исчезают, заменяясь около правдивой информации, уводящей в сторону. Поехали! Я лично видел документальный фильм о полетах к Луне по аналоговому ТВ в период с 2000 по 2007 годы, снятый в Союзе СССР. Название фильма не помню. Тогда я не придал этому особого значения, так как интересовался чем-то другим. Если кто-то его также смотрел или является счастливым обладателем, подскажите нам всем. В интернете я его не нашел. Это фильм о полетах на Луну беспилотных аппаратов СССР. Кратко о содержании фильма. Была гонка за космос между СССР и США. У СССР при попытках прилуниться было несколько аварий. Когда исследователям стало понятно, что Луна твердая как камень, без единой пылинки, они создали соответствующий аппарат, сели, отсверлили вещество Луны и на Земле в микроскоп увидели драгоценные разноцветные камни, их кристаллическую решетку. Закончив фильм словами, нам предстоит еще многое узнать в исследованиях Луны. После было время, когда все реальные космические программы СССР и США были свернуты и превращены постепенно в бутафорию. Кстати, в фильме говорилось, что у США пока не получилось ничего добыть в космосе. И этот факт является доказательством о строительстве в небе куполов из кремниевых пород кремниевой эры Земли. Дальше по фильму это будет понятно. Подобные остатки разноцветных кремниевых пород лежат в США в штате Аризона и достаточно известны. И значит, проходы через первый прозрачный купол советским ученым были известны. И они зашли слишком далеко. Теперь далее понять нам русскую сказку о глотании крокодилам Солнца поможет дружественный разумный народ Индии поклонным до Земли. Мудрецы Индии честно сохраняют и передают информацию своих священных писаний о невозможности попасть на Луну. И на вопрос, где же тогда были русские, основатель общества сознания Кришны, современник Прабхупада как-то ответил. Я полагаю, они были на Раху. Для справки из индусской астрономии. Раху – это демоническая планета из драгоценных камней, вызывающая затмение Солнца. Думаю, теперь будет все понятно. Затмение нашего главного светила планетой Раху есть второй постоянный купол, когда-то проглотивший наше Солнце. Что искаженно подается в индусской философии, как современное, временное затмение нынешнего светила, когда меняют лампу или происходит какой-то другой эффект. Сегодня мы с вами вплотную подошли к строению нашего физического мира, нашей мирности, к осознанию всех тайн и загадок. И, может, даже осознаем последний урок. Если кто-то хочет уже снять эти купола, да пожалуйста. Но, полагаю, это будет судный день, великое начало, великого конца наших времен углеродной жизни. Солар сожжет эти тела. Думаю, вы уже тоже понимаете, кому уже известна разница углеродной и кремниевой основ. Это должно быть ко времени и естественно, когда мы пройдем уже все, что должны пройти в своей эволюции. Думаю, это будет время выеденного яйца творения. Время всеобщего просветления. Существует же такое изречение «никто не спасется, пока не спасутся все». Бил-бил, дед, золотое яичко не разбил. Била-била бабка не разбила. И мы с вами, человечество, все никак не можем смахнуть невежество, окутавшее нашу семью. Доброе утро, последний герой. Прими наши наилучшие пожелания. Доброе утро, последний герой. Редактор субтитров А.Семкин